Уважаемые участники летней школы по информационным технологиям в инженерии здоровья, мы рады приветствовать вас. Сегодня у нас уже третий день нашей летней школы. Мы очень рады, что вы с нами, продолжаете посещать наши лекции, задавать интересные вопросы. И сегодня у нас не менее интересные лекции и спикеры. Позвольте вам представить Карлова Анатолия Викторовича, профессора заведующего лабораторией медицинской робототехники, инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ, директора компании по производству керамических эндопротезов моей керамикампланты. Анатолий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, я вам передаю слово. Спасибо. У вас будет презентация? Да, будут показаны снимки, естественно, потому что так сложно. Давайте попробуем включить презентацию. Там не презентация, а снимочки я буду комментировать. Хорошо, хорошо. Ну, я хотел бы немножко сначала вводное слово сказать, а потом да, потому что презентации носят более деловый характер, а тут должно быть научно-информативный, но в том числе и деловой. А преликатива такая. Значит, мы компания, которая разрабатывает на основе цифровых технологий, разрабатывает оптопедические импланты. Ну, так сказать, не соглашусь, вернее, не покажусь в этом вопросе струнным. Мы достаточно серьезные специалисты в России, наверное, из-за ее пределов. Значит, в чем суть цифровых технологий? Сейчас мы совместно и с Константином Станиславовичем, при его активном участии, при достаточно активном участии для строительства нашего завода, сегодня это на конференции на Зуме, у кого один из заводителей Русатома подтвердил. Мы их пригласили в качестве партнеров, и они согласились. И мы делаем уже в завершающей стадии проектирование и предложение за рубежом строительство заводов по производству медицинских керамических изделий, и в том числе, значит, оформление и обучение врачебного персонала за рубежом этих технологий. Но в чем их суд? Чтобы для вас, так сказать, для специалистов было интересно это обозначение, мы будем строить и создать полностью цифровой ортопедический завод. Что такое цифровой завод, я только в двух словах скажу и приступлю к информации для понимания. Вот перед вами, сначала, вернее, стопа. Вот перед вами стопа. На стопе с синим цветом, я надеюсь, видно, да? Получилась информация, видно, да? Да. О чем я говорю? Да. Видно на экране, да? Да. Так сказать, ну, чтобы было это интересно. И синим, синий этот цвет, да, синий, потому что выше зеленый, синий, он такой своеобразный, синим цветом означила одна из ведущих костей стопы. Как она получается? Это полностью цифровые технологии персонализированной медицины. Мы берем компьютерную томографию, в которой записана полностью вся анатомия, там, кстати, и те или иные анатомические изменения. Подвергаем это переработке, сегментации. После этого в цифровом формате, это не совсем дополненно реально, тем не менее, имплантируем ее на рабочее место, проверяем биомеханику, и в это время в этом же цифровом формате отдаем на исполнение. Он наш производственный отдел, который занимается исполнением этой программы. Когда эта программа исполнена, мы отправляем это потребителю. И получаем обратную связь. Мы покажем сегодня. Это в чем уникальность нашей компании? Я должен это говорить непонятно, потому что ее возглавляет профессор, ортопед, возглавляет технологическую компанию, где другие такие компании возглавляют инженеры-технологи. И у нас установлена обратная связь. То есть мы получаем обратную связь. Видео, мы все вам это покажем. Движение, как работает. В этот век цифровых технологий произошло смещение. Я бы хотел, чтобы это четко было вам, так сказать, понятно. 80% успеха, а в некоторых ситуациях еще больше, в некоторых ортопедических ситуациях немножко меньше. Успех зависит от технологических компаний, но подобных нашим и других компаний. Я думаю, что мы не одни такие в России. Потому что идет в стране. Один из ведущих хирургов в Москве, который я уважаю, профессор Росковик, так иначе, говорит. Мне эти операции не интересны. Я ему говорю, почему? Ну, мы, у нас очень хорошее. Он говорит, потому что делал разрез, имплантат сам прыгает туда и становится на место. И посылает сигнал рукой. Все в порядке, я на месте нахожусь. Ну, это, конечно, дружеский шарш такой. Но это отражение того, что цифровые технологии и моделирование в ортопедии цифровое делает возможность оперативных вмешательств именно такого уровня. На сегодня мы можем моделировать биомеханическое поведение после того, как такие сложнейшие операции произведены. Эти цифровые технологии позволяют... Покажу кисть. Сейчас мы вам покажем. Вот вы не несколько моделей. Вот это компьютерная томограмма пациентки. Вот вы представляете с такой кистью? Операция на левой руке уже сделана. Операция прошла успешно, например, и сейчас она нам сделала компьютерную томографию, готовим эту операцию. Анатолий Викторович, извините, у вас еще первый снимок только. Не поменялся слайд. А, сейчас поменяем, секундочку. Поменялся? Да. Вот сейчас мы вам сейчас... Вы представляете, вот кисть пациентки, которая совершенно неподвижна, ничего не может делать, даже себя обслуживать, движение. Нам нужно вернуть эту кисть в рабочее состояние. Значит, будет получена компьютерная томография. Сегодня мы собираемся все вместе компания инженера, инженерная компания, специалистов в области IT-технологий, хирургов. Это все, что мне удается вот такой создавать компанией для управления процессом. Вы представляете, какая патология? Но мы не показываем другие снимки, даже не будучи с этим видно. И наша задача сделать это прямую, а движ. Это только при помощи цифровых технологий. Будет создан искусственный лучезапястный сустав. У нас самый крупный мировой опыт в этой сфере. Мы это демонстрируем за рубежом. Мы приглашены в Соединенные Штаты сейчас делать на конференцию, доложить этих результатов на американские конференции ортопедии. В декабре должны полететь в Париж, тоже приглашены, познакомиться с этим результатом. Это действительно серьезный результат. И добиться нужно только при помощи того, о чем мы вам говорим. Цифра, 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 цифра. Так вот, наше желание, я с удовольствием, кто нас слушает, приглашаю студентов в взаимодействие. То есть мы сейчас должны принять в себе специалистов в области IT-технологии. И, собственно, уже будем проектировать строительство цифрового завода за рубежом. Как я это понимаю, и с удовольствием вам в этом вопросе расскажу, виртуально в облаке будет отражено идеальное моделирование, идеальное проектирование вот этих процессов для выполнения таких сложнейших операций. Компьютерная томография, моделирование, виртуальное изучение, но не виртуальное, а дополнительное изучение биомеханики, что мы можем получить от этого пациента. Значит, контроль исполнительных решений на сложных станках, которые будут с керамики делать такое производство. Потом контроль, значит, оперативного вмешательства, сопоставление. И вот на каждом этапе мы планируем создать реальный контроль реального производственного процесса. Сложнейший, но я думаю, мы с такой нашей командой достаточно такой фиген. Мы справимся с этим процессом. Вот мы планируем впервые, может быть, не в мире, не знаю, лишнего сказать ничего не хочу. Поэтому, может быть, впервые в мире, но мы такой завод строим в Мексике, такой завод собираемся строить в Бразилии. И ближайшее время вместе с Росатомом. Почему с Росатомом? Ну, мы предложили наше партнерство, они ответили согласием. Сегодня они это подтвердили во время ЗУМа по импортозамещению, потому что нам сырье нужно уже не только надеяться на Японию, но и создавать свое. Мы будем нашей командой участвовать в этом проекте для того, чтобы создать уникальное в России производство оксида циркония, для того, чтобы делать эти термические протезы уже с отечественного сырья. Сегодня это чисто японское сырье, но это процесс, это по-путному сказал. Поэтому вот такая стоит задача строительства цифрового завода, с которым мы такую задачу серьезно ставим для себя и будем этим заниматься, серьезным моделированием этого процесса. Я вам хочу это демонстрирую, говорю вам одного из элементов этого будущего завода, который позволяет таких сложных ситуаций выполнять оперативные вмешательства. Сейчас я вам покажу уже имплантации, то есть у нас весь этот процесс, в чем наша, так сказать, я покажу некоторые примеры таких имплантаций, что мы вам показали. Сейчас покажи проектирование, где сегментация, да, как идет процесс, вы помните, цветные, да, модели, модели. Мы сейчас продемонстрируем, как идет процесс подготовки. Вот модель, идет моделирование, следующее. Видите, со всех сторон подгоняем, видоизменяем, для того, чтобы полностью имплантируем реальную компьютерную модель больного человека. Следующее. Это вот реально, что имеет больной. Видите, какая коронная кость, она неровная, разбитая, она уже не функционирует нормально. Следующее. И теперь покажи рентгеновские снимки. Вот рентгеновские снимки уже реально выполнены операции. То есть у нас полный цикл не только производства, но полный цикл анализа, начиная от производственного процесса до этого самого, до процесса изучения результатов и наблюдения за больным в течение длительного времени, когда мы можем убедиться, что результат положительный. Вот, это вид сбоку, это та компьютерная модель на индивидуальный персональ, которая создана на цифровой платформе и произведена операция. Следующее. Видео не сделано. Я тебе говорю, ну ничего. Значит, дальше покажи вот этот самый таран-мелодиевитный. Если эти операции, которые вам показали, что тарана в мире делается, то я вам сейчас в большом удовольствии продемонстрирую. Вот мы это самое сделали, запатентовали и произвели органосохраняющую операцию, где таран сохранен, но ради отобъекта движения. Вот эта операция, тоже цифровая модель восстановления сустава. Это, ну, может быть, сложно вам немножко понять, но я это дело показываю. Это то движение, которое каждый из вас может стопу взять на себя или сделать подошвенное сгибание. И вот видно, это восстановление подвижности так называемого таран-мелодиевитного сустава, но это можно легко посмотреть. Дальше. Эти операции... Вот это под таран-мелодиевитный сустав. То есть мы впервые, ну, наверное, впервые, может быть, в мире, мои московские коллеги, друзья, доктора, считают, что этих операций в мире не выполняется. Потому что сегодня самый главный бунт замена таран-мелодиевитного сустава. Вокруг таранной кости, то мы тоже на основании высокоточного анализа, компьютерной номографии и сегментации выполняем керамическую копию под таран-мелодиевитного сустава. Для чего это все делается? Восстановление мобильности. Это новая философия, которая отвергает сращивание костей во имя устранения боли. Полное восстановление мобильности. Для следующего этапа мы ищем таких специалистов, которые нам будут помогать осуществлять цифровое моделирование движения в суставах. Для того, чтобы сопоставить и сначала проектирование движения, восстановление нормы. То есть наша задача, ну это достаточно хорошая задача, нам она нравится. Не только восстановить движение суставов, которые больной имел до операции, а восстановить первоначальное до заболевания полный объем движений. Вот поэтому я вам продемонстрировал сегодня имплантацию тарана. Имплантацию под тараном. Вот суставы видите, но неудобно немножко. Видите, вы может быть анатомия сложилась. Вот это пятка. В пятку наподобие киля в операционном действии вставлен сустав и таранный сустав. Я вам показал впереди, под таранный сустав. Это все восстановление движений. Это на основании так называемых, ну вернее не так называемых, на основании цифровых технологий, которые позволяют открывать совершенно иной уровень медицины. Поэтому у нас такая глобальная задача стоит, но может ее не так называть глобальная. Создание философии цифровой ортопедии, которая будет плетена уже не просто абстрактно, как университеты делают, а плетена или вмонтирована жестко. Производственный процесс создания цифрового завода. Это вот моя была мечта. Примерно как работает Массачусетский университет. Мы создали модели. Константин Станиславович оказался тем специалистом, с которым мы сошлись. Я думаю, мы это впервые, наверное, может быть в России это точно. Не беру, так сказать, кроме слова, мировой возможности. Но мы такой процесс, я думаю, создадим. А цифровую ортопедию, особенно что касается именно оперирования и проектирования суставов кисти и стопы. Почему? Здесь 26 костей стопы, 27 костей кисти. Если я не спутал 27. Где 27, 28? По-моему, так. Поэтому это сложнейшая ситуация для роботов, протезирования с помощью операционных роботов. Но мне, как специалисту в области ортопедии, вы не поверите, очень легко проектировать в операционный цикл именно вставить операционные действия робота. Совсем легко. Именно дать ему ту самую сложную операцию, именно расчетного подготовки и к имплантации тарана с теми размерами именно операционного. Для нас эта задача, вы не поверите, практически решенная. И мы в ближайшее время планируем, не знаем еще, кого привлечем для этого дела. Мы к этому готовы, все готово. Для того, чтобы эти наши сложные операции привлечь уже 10 операционных роботов. Мы это планируем делать в проекте нашего цифрового завода за рубежом. Для того, чтобы операционный робот принимал участие в этих достаточно сложных оперативных вмешательствах. Может быть, для вас это, конечно, тема достаточно сложная. Она по-другому. Видите, мы с другой стороны заходим в эту информационную систему именно со стороны реальных действий. Но с другой стороны, мне кажется, для вашего понимания процессов, наша такая междисциплинарная интеграция и то, что мы на этом уровне, на таком работе, получаем уникальную информацию и непосредственно не только являемся поставщиками этой продукции, а проектируемые. Проектируемые и знают и ваши профессора. В частности, я опять привожу пример Константин Слависавича. Когда мы готовим операции и несколько дней встречаемся раз и проектируем, делаем с участием вот этой группы. Об этом мы давно, я в Академии Сынских, ну, долго работал. И мы давно это говорили, что возможности интеграции и так далее, но мы реально этим занимаемся. Междисциплинарная интеграция и когда вопросы цифрового моделирования, цифрового завода, цифрового проектирования является некой абстракцией. Не некой абстракцией, а реальным действием мы вас с удовольствием показываем. Могли бы дальше, ну, больше показать результатов, но я не думаю, в этом нет необходимости. Я считаю, что этих примеров достаточно для того, чтобы представить. То есть мы работаем в реальном цифровом мире, в реальных результатах, которые позволяют нам сегодня добиться результатов достаточно очень серьезных. Практически произошла революция в Московском центре хирургии стопы, практически произошла, но только нашими совместными, только нашими, нашими совместными, сильной командой. И вот сейчас мы вам продемонстрируем такое интересное явление. Недавно была в Индии конференция, вот, и наши индийские партнеры участвовали. Они продемонстрировали первую, насколько нас отстой, почему мы там собираемся. Мы ждем большую индийскую делегацию, они собираются, значит, подписать с нами уже международный грант выигран, значит, договор о трансфере технологий. Вот мы вам видели наши операции, и вот вы, это первая операция, которая была проведена в Индии, но мы с этим, так сказать, руководителем этой операции провели зум, встречу, и, так сказать, ну, я не могу сказать, это отсталось от нас, от наших российских разработок на десятилетие. В чем? Потому что наша задача мобильности придать тарану, а здесь таран увеличивает, как-то вот это среднее весомое, чтобы было видно. Не получится. Не получится? Ну, вот вы видите, здесь первая операция в Индии, вот, проведена. Повыше по голову, давай, давай, давай еще немножко. Вы видите, как у них был страх у индийских хирургов и производителей, вы видите, как они скрепили, сделали пластину вверх с голенью соединенной, да? Видите шурупы, как пяточную кость, то есть сделали совершенно неподвижный сустав, который вообще непонятно инвалидизирует больного. Ну, когда мы о этом рассказали, они рассказали о первом опыте, то есть они занимаются моделированием, ну, то есть моделированием занимается около трех-четырех недель, так ли, да? Три-четыре недели. То есть это готовили долгую операцию, выполнена она так, что больной будет полностью инвалидизировано. Это не от того, что там мы их критикуем, задача у нас, например, соглашение с ними и в одной из самых рядовых индийских фирм, которая делает, работала с травматологией ортопедии, поставить наши технологии. Вот, ну, вроде пока все идет успешно, и тем более, что они продемонстрировали вот эту первую операцию, которая показывает, насколько вот наша команда и наша вот, ну, команда и наше объединение, я не знаю, когда помню, насколько в этом вопросе мы достаточно, ну, по крайней мере, не будем говорить весь мир, хотя новое, но, например, наших партнеров, которые заинтересованы в трансфере нашей технологии. Это будет, я думаю, один из немногих примеров удачного трансфера в одну из таких достаточно интенсивно развивающихся в медицинском отношении стран. Вы знаете, наверное, прекрасно, индийская фармакология нам осуществляет экспорт, она опережает наши. А вот над ортопедией именно, в этой сфере ортопедии мы, конечно, по отношению к среде не делаем. И будем, так сказать, рады сделать эту операцию, я считаю, что это поднимет в этом вопросе, естественно, не пройдет международное общественное медицинское, и поднимет статус нашей страны в сфере высоких. В том числе будут разработаны программы применения операционных роботов в этом нашем цифровом заводе. Поэтому мы, естественно, обсудим это с Константином Дмитриевичем, ой, с Константином Станиславовичем. И, естественно, видеофильм применения первого операционного робота обязательно вам в очередной лекции на будущее представим. Я думаю, что это будет хорошая возможность представить применение. Именно также подготовка к операции, все, результат действия операционного робота, все, думаю, продемонстрируем, показав приоритет Томского паттехнического университета в этой сфере в результате совместных наших действий. Но мы имеем более практическое преломление, которое как раз нацеливает, все нацелены сегодня именно на эту сферу деятельности. Поэтому я посчитал, если будут дополнительные вопросы, я с удовольствием отвечу на все ваши. Я посчитаю эту информацию с этой стороны, ну, достаточной для восприятия, так сказать, правильного восприятия того, чем мы занимаемся, и то, что это делается, как это делается, для чего делается в нашей сфере. Слышно? Спасибо, Анатолий Викторович. Я с удовольствием буду отвечать на все вопросы. У меня еще 10 минут. Уважаемые участники, прошу, задавайте вопросы в чате или поднимайте руку. Нет вопросов. Есть. В Томске есть лаборатория, которая исследует протезы и делает их более эффективными? Вопрос от Андрея Емельянова. Анатолий Викторович. Я пока не понял. В Томске есть лаборатория, которая исследует протезы и делает их более эффективными? Ну, что я... Хороший, но как, что воспринимать протезы? Потому что многие путают протезы, это вот протезы ортопедические предприятия, которые, например, отсутствие конечности, понятно там, отсутствие кисти делает протезирование. На каком уровне, но я не знаю, там тоже бежок, есть такой центр ортопедический, который делает... Это другой уровень. Это не операционные технологии. Применяют ли там технологии? Да. А есть лаборатория, которые исследуют протезы? Да. Те протезы они исследуют. А остальные... Есть, наверное, компании, что как-то исследуют эти вопросы. То есть я не могу напрямую на этот вопрос ответить. С точки зрения применения керамики, имплантологии, то мы лидеры в России. Мы единственная компания, которая поставляет эти протезы для киургии кисти и стопы. Я по России могу ответить. А что я имею в виду? Автор задает шифровод. Потому что цифровод... Я понятно, что цифровод делает протезы, но когда это отсутствие кисти и стопы, понятно, отсутствие конечности, если это протезирование, чтобы не путать. Есть целый центр, но это совершенно другая отрасль ортопедии. Спасибо. Почему цифровод решила было строить за рубежом? Не в России? Я вижу по фотографии, это девушка задала вопрос, да? Да. Я с удовольствием отвечу на этот вопрос в очень мягкой форме. Вот на сегодня мы покупали раньше сырья за год 30-50 килограмм. Сегодня мы покупаем 200 килограмм, увеличив нашу производительность в 4 раза. Это не связано с военной операцией, когда началось, понятно, санкции и так далее. Это само по себе пришло. Просто совпало. И знаете почему? Страна догнала нас. Мы ее давно опередили российскую ортопедическую практику. Как анализируется ситуация? У нас нет проектного финансирования в банках. У нас нет многих других вопросов. Мы не совсем продвинутая страна. Я не беру университет. Понятно. И поэтому цифровой завод должен быть востребован потребителем. Мы взяли, отвечая, я думаю, если непонятно, вы мне перезадайте. Мы взяли партнеры Росатом, имеющие авторитетное международное арене, как строительство атомных станций. Они с удовольствием приняли наше партнерство. И вот такое ассоциации, такое партнерство будет предлагать делать современно. Потому что это немножко выше нашей практики ортопедической, которая реальна. Я вам приведу даже пример, потому что я настолько хороший у вас вопрос. Я очень благодарен. Но отвечаю, практические преломнения. Иркутск. Я возглавляю, консультирую 4 докторских диссертации. Талантливый хирург в Иркутске протезирует при травмах, ставит наши суставы при травмах кисти. Но я не буду больше демонстрировать. Я бы там страшные такие разрушения. Не буду демонстрировать на эти снимки. А в Нижнем Новгороде обрезают мягкие ткани ножницами. Это вообще дикость в 21 веке. Понимаете меня? А он протезирует и сохраняет функциональную способность кисти. Это его докторская диссертация, которая принимает. Поэтому для цифровых заводов нужно дорасти. Или дорасти. Понимаете? Это очень сложно найти. Вот мы нашли благодаря Росатому финансового партнерства инвесторов серьезных. Потому что одно дело искать инвестора в той стране, правильно? А другое дело выступить сами инвесторами. А раз мы выступаем инвесторами, мы должны делать суперсовременные технологии. Пока нам проще это сделать. За рубежом. Если я ответил с пониманием, то я буду рад. Вопрос не простой, но достойный. Спасибо, Анатолий Викторович. У нас еще руку поднял Александр Сергеевич Созанов. Я бы хотелось знать. Я вижу девушку, она задала вопрос. Она удовлетворена ответом или нет? О, спасибо, я прочитал уже. Все, спасибо большое. Мне было важно. Сумели вы это понять? Нет? И я вам благодарен за ответ. Александр, вы можете задать. Здравствуйте, у меня вопрос к вам. Вот вы изначально сказали, что уникальность вашей компании в том, что управляющий является врач-ортопед. А в других компаниях инженеры-конструкторы. Дает ли это вам какое-то преимущество? Хороший вопрос. Отвечу точно. Абсолютное преимущество дает. Мы боролись за право быть партнерами и не поставщиками. В Москве сделали такую операцию одного из каких-то очень влиятельных, богатых людей. Ее сделали неудачно. Возник редчайший конфликт. Мы хотели этого пациента забрать. Вы не поверите. Я даже с помощью прокуратуры просил друзей, не в смысле, чтобы нам дали этого пациента. Мы не могли найти его. Поэтому это уникальность компании в обратной связи на всех этапах. Понимаете? На всех этапах от цифрового моделирования участвует врач-профессионал до этого. И к этому придут. И мы добились признания от наших самых элитных хирургов, которые в нашей сфере работают. Понимание равноправности партнеров, а не поставщиков. Мы, не обижайтесь, но это не вам я имею в виду, кто услышит, мы никому отказов не платим. Мы руководим наукой, помогаем им публиковаться за рубежом, помогаем выступать на конференциях ведущих. Ну и не забывайте, у нас статус международной компании, российско-немецкой. Это очень важно для постучаться в двери технологических процессов. Мы до сих пор с немцы у нас прекрасные отношения. Они нам не в клиническом аспекте, где мы помогаем, помогают консультации, помогают информации, технологии, помогают получать сырье и уникальные инструменты с западных стран. То есть мы пока не испытываем на себе, благодаря нашему статусу российско-немецкой компании, мы не испытываем, хотя уже немножко сталкиваемся, но они когда нам помогают, у нас это разрешается. Поэтому это позволяет, почему мы устроим цифровой завод, уникальный будет на каждом уровне, мы проведем анализ правильности выполнения наших операций полностью. Лазерное копирование, сканирование, все будет возведено в уровне. Я не могу сделать предложение строить такого завода за рубежом, чтобы Россия думала, что мы делаем не супер, самый супер современный завод. И это все четко отработано. Если я опять ответил, я хотел бы обратный связь, чтобы вы мне сказали, понятно я ответил или нет. То есть это онлайн, сверивание всех процессов технических, информационных, цифровых и клинических, онлайн. Все вопросы сверяем сразу, мгновенно. Даже во время операции идет контроль со стороны нашей компании, вернее не контроль, а информационное восприятие операции. Я мог бы вам продемонстрировать, как хирурги со стороны операционной дают нам анализ, где не так, что не так, как не так, что изменить, сделать. Это очень важнейшая информация о движении вперед. Я получил подробный ответ по обратной связи. Хотелось бы еще понимать такой вопрос. Дает ли это вам преимущество в понимании проблем, существующих протезов и генерации каких-то новых идей, решений? Конечно. Сейчас опять вам открою тайну. Тайну маленькую профессиональную. Но вас с вами поделюсь. Они у нас много вопросов просят для понимания процессов. И мы в ответ не меньшее количество вопросов для понимания. Вот сидит мой заместитель, он стал немножко внимательно слушать. Ему иногда было тяжело первое время воспринимать хирургов. И жесткость, и жесткость, правильно. То есть это настолько творческий процесс, как в любом сфере. Создание скульптуры и так далее. То есть мы даем им информацию о тех вопросах, которые не понимают. Вы знаете, вы не думаете, что я так остался чисто клиницистом. Я с удовольствием, открыв рот или открывшую руку глаза, учусь у таких, как Константин Саниславович, инженеры. Я этим занимаюсь 20 лет. Я наполовину уже цифровой инновационный профессор. Наполовину. А наполовину клиницист. Я однажды профессор, знаете, сказал такую фразу. Вы знаете, у меня к вам просьба. Всем это понравилось. Я часто теперь говорю. Не становитесь ортопедами больше, чем я, но не делайте с меня материаловеда больше, чем вы. Это сложнейшая динамика взаимодействия разных специальностей. И поэтому нужны и в пантехническом университете, нужны интеграционные специалисты. Пока в сфере пантехнического образования, я считаю, есть иллюзия создания интеграционных. Хотя такие кафедры есть. Но реально эти специалисты должны стоять в операционных залах, как это делается в Германии. Они нас обгоняют. Поэтому это правильно сформированное образование. То есть специалисты, которые возглавляют, могут быть, извините, могут быть и цифровые специалисты, инженеры на военном месте. Но они должны стоять в операционных. Нам проще получить техническое образование, стать цифровым специалистом чуть-чуть в стороне, чем им стать врачами и ортопедами. Поэтому динамика тут такая должна быть. Но это мы так делаем. Я думаю, что вы убедитесь в ближайшем будущем, что этот процесс начнет очень четкое направление придет. Вы удовлетворены ответом? Да, очень подробно. Тогда у меня вот про интеграционных специалистов есть вопрос. А как медикам, допустим, развиваться, если они хотят быть такими специалистами и открывать какие-то свои компании, делать проекты? Ну, это сложный и одновременно простой процесс. Быть до безумия любознательным. Если чего-то не понимаешь, ночью сидеть, ни одну ночь, получать знания, сейчас же компьютеры, цифровые технологии, интернет. А потом теребить коллег, те, которые вам нужны, за рука, уважаемый профессор или уважаемый коллега, или там по имени-отчеству, или друга, который в этой сфере работает. Объясните мне, пожалуйста, вот это непонимание. Формируется целый в мозгу коллег головного мозга, формируется целый сигнальный активный центр, на который информация потом с других отделов головного мозга стекается. Возникает доминантное возбуждение, которое формирует любознательность процесса. Это очень сложный процесс образования, это очень сложный многолетний. Я уже 20 лет учусь у вас, у всех вместе взятых, и вы не поверите, когда я имею военное образование, когда я приезжал с Европы в Томск, почему я сюда приехал, будете смеяться. Но я тогда почти очень умно просчитал, что Томск уникальный город, знаете чем? Маленький, это не Москва, напичкан разносторонними специалистами. Здесь эту интеграцию для себя, я имел в виду, мой вакуум образования, условно, в этой сфере, легче всего подчеркнуть, я оказался прав. Я установил хорошие контакты с разноплановыми специалистами, с университетами, и 20 лет принимал на себя вот эту информацию. Это специфика Томска. Я не говорю об интеллекте, ни о чем, от разноплановости образования, понимаете меня, да? Маленький город, легко установить контакты, все друг друга знают. И если появляется человек, который, мне пожалуйста, вчера звонят в Москву, очень много, я консультирую и помогаю оперировать специалистов, консультировать. Они мне помогают в другом, в Москве, и в Томске такая ситуация. Мне с удовольствием идут навстречу, помогают, потому что я плачу тем же вниманием со стороны врача-клинициста. Сложно подчеркнуть, что это как-то так выглядит, но тем не менее, это логика жизни, логика вот такая, она имеет место быть. Спасибо за ответ. Больше нет вопросов? Есть комментарии. Спасибо вам большое, очень интересно вас слушать. Ну, честно, не послушайте, что это не скромно, я к этому привык. Я когда в Новосибирске читал лекции, да, в медуниверситете, ректор меня пригласил, ну, в медицинском университете. Там большая аудитория собиралась. Им был интерес, как уйти в медицинский бизнес. Они все слушали по-другому. У каждого есть свой интерес. Ну, и я вам очень благодарен. Я благодарен и вам, и всем, и Константину Станиславовичу, что вы меня немножко, это самое, сподвигли на это. Я вас понимаю, это с удовольствием. И если было полезно, я вновь не буду рад. Спасибо. Анатолий Викторович, мы рады, что вы снова с нами. И на прошлых летних школах также присоединялись к нам. И сейчас, и дальше надеемся на сотрудничество с вами. Спасибо вам большое. Ваше бы мнение, три секунды буквально. Потому что у меня своеобразная манера изложения материала. Она очень концентрирована. Потому что очень много разговоров. Можно вести дополненную реальность. Мои хирурги не любят это слово, да. У нас жесткое взаимодействие. Я четыре докторских концентрировала. Можете представить, так. Они не любят это. И вот здесь практические преломления очень сложно, может, кажется воспринимать. На самом деле, если вдуматься, вот это воспринимать легко. Она дает как раз обратное, я говорю, движение. Она в другую сторону открывается дверь. С другой стороны, которая реальностью подается согласно студентам, студентам, аспирантам и слушателям всем. Другая сторона, медицинские, операционные. Правильно? Практические преломления цифровой технологии. Почему я считаю, что это должно быть интересно? Я не ошибаюсь. Нет, все правильно. Отлично. Рад был вашей оценке. Спасибо. А еще самое главное, что это возбуждает интерес и разные вопросы. И также поинтересоваться можно и почитать. Если у вас какие-то есть ссылки на публикации. Есть, но самое главное, есть все. Самое главное, я бы, пользуясь вниманием, хотел сказать, мы открыты. То есть мы можем чем помочь? Мы открыты, потому что у меня была прекрасная учителя. А это питерская школа военной медицины, но основная наша. Соколович Георгий Евгеньевич, который меня еще студентом заприметил и прекрасно. Поэтому мы такой же открытый. То есть для чего? Три секунды буквально. Поможем публикациями. Понятно? Поможем. Вот у нас работает несколько студентов, которые настолько интегрировались в нашу компанию. Мы настолько удовлетворены. Причем с разных вузов. Мы настолько удовлетворены работать с ними. Считаем их уже специалистами и им интересно. То есть они интегрированы. Поэтому приглашаем и диссертационные исследования, и отзывы специалистов, и публикации за рубежом. И работу в компании. Всем, конечно, не примем. У нас уже упаковано все. Но тем не менее интересующиеся нас люди могут принимать участие. Мы можем и обеспечить рабочие места. Перспективный карьерный рост, учитывая нашу интеграцию в западный мир. Какой бы сейчас сложный мир не был. Поэтому я приглашаю к сотрудничеству совершенно с открытой душой. Открытым, как говорится, забралом. Спасибо. Если вы хотите, можете оставить какие-то контакты. То есть как с вами связаться. Перешлем участников. Мой телефон у нас... Люда, приемная. Как у нас телефон? 48, 85, 45. 48, 85, 45. Это и мой могу оставить. Мой телефон сотовый. Я просто... Это так, если туда позвонить, уточнить. Или мой 962. А мы можем написать сейчас, да? Да. Саша, напиши. 962, 5 семерок, 56. Мой телефон для связи. 5 семерок, ты пятерки, как всегда. Я доступный человек. Звоните. Поэтому открыты. Мы во всех отношениях открыты. Потому что будем рады. Кого-то можем принять на работу. Кого-то в качестве диссертации. В общем, я не буду повторяться. Полный пункт взаимодействия. Телефон просто. Да, видно. Да, и приемные. Ну, как уже повторить. Можно и мой. Я всегда отвечаю на телефон. Если сразу не ответил за меня, то я обязательно продублирую звонок и сделаю это доступным. Спасибо, Анатолий Викторович. Рад был быть полезным. Всего доброго. До свидания. Уважаемые участники летней школы, позвольте мне представить следующего спикера. Образовский Константин Станиславович, профессор инженерной школы химических и биохимических технологий ТПУ. Здравствуйте, Константин Станиславович. Добрый день. Я, может, поправлю немножко, исследовательская школа химических и биохимических технологий. Коллеги, добрый день. Я продолжу развивать то направление, о котором говорил Антоний Викторович. и вот по результатам ответа на вопросы я бы начал немножко. Я хотел этим закончить, но вот мне кажется, стоит с этого начать. Как врачу, как медицинскому специалисту освоить эти навыки, как понять и как войти в этот бизнес. И с другой стороны, как инженером, конструктором, дизайнером с техническим образованием войти в этот бизнес. То есть, смотрите, речь идет о том, что вот эта конструкция – это междисциплинарная область. Это высокотехнологичный, междисциплинарный бизнес. У нас, с одной стороны, медицинские технологии, и мы совершенно конкретизируем это, в данном случае, это ортопедия. То есть, это некая восстановительная хирургия, связанная с реконструкцией скелета, да, костных костей. И с другой стороны, у нас самые современные технологии проектирования и воспроизведения чрезвычайно геометрически сложных объектов. И вот это требует как раз совмещения двух направлений. Это, с одной стороны, это хорошее знание медицины и, в частности, анатомии и хирургии. И с другой стороны, навыков создания, проектирования и воспроизведения технических, геометрических сложных технических компонентов. Таких людей на сегодняшний момент крайне мало. И успех компании Noise Remix, он как раз определяется тем, что, с одной стороны, в руководители эти качества сошлись. И, плюс ко всему, команда, которая там подобрана, команда высокопрофессиональных специалистов по разным, по смежным дисциплинам. То есть, у них в этой компании инженеры, конструкторы, проектировщики, они знакомы с основами анатомии. И вот, если говорить о том, как в эту сферу пойти и для тех из вас, у кого есть такое желание, с медицинским бэкграундом, как в медицинское образование, я бы рекомендовал изучить разделы, связанные с современными технологиями 3D-моделирования, проектирования и воспроизведения. А для технических специалистов, в первую очередь, освоить базовые навыки, базовые знания в области анатомии. Но это вот такое вступление в продолжение, выступление, Павел Викторович. Чему будет наш сегодняшний мастер-класс посвящен? Я вам на простых примерах покажу, каким образом проходим путь от получения информации о пациенте, то есть первичной снимке, до создания прототипа импланта, который может быть воспроизведен самыми разными технологиями, но чуть подробнее поговорим о технологиях, которые воспроизведены в методах фрезерования. Что мы имеем? Так, давайте так, я вам сейчас сразу сброшу ссылку. Ой, извините. Мы будем использовать программное обеспечение, которое называется Slicer 3D. Это бесплатный программный продукт для сегментации изображений, для построения 3D-моделей. Он по своим характеристикам не уступает лучшим коммерческим продуктам. И тем не менее он доступен бесплатно, в свободном доступе, отличается очень хорошими характеристиками. Так, видно мой экран? Да, видно. Итак, мы начинаем. Заходим по ссылке. А так, и еще у нас есть одна ссылка. Это набор учебных материалов, которые могут быть использованы для освоения этой программы. Итак, программа Slicer 3D, бесплатно распространяемый продукт. Здесь вы видите окно программы. Ну, и мы начинаем с того, что загружаем файл, который был получен с помощью компьютерной томографии. И мы здесь видим, по сути, три. Вот здесь вот в правой части экрана вы видите три снимка, по которым мы можем полистать, посмотреть, как они выглядят. Это исходные данные, которые получаются с помощью современного компьютерного трехмерного рентгеновского томографа. На сегодняшний момент такие технологии есть практически в каждом более-менее крупном лечебном учреждении. В городе Томске таких томографов, если не ошибаюсь, уже с десяток, наверное. Но, к сожалению, далеко не каждый специалист в области речевой диагностики понимает, как делать снимки для таких операций, о которых рассказывал Анатолий Викторович, в принципе, для реконструкции имплантов. Здесь требуется два режима обязательно. Первый режим – это режим так называемых визуализации костей, то есть визуализация максимально плотных образований. И второй режим – это визуализация мягких тканей. Нам нужно два этих режима с максимальной разрешающей способностью. Эти технические тонкости, к сожалению, не знакомы многим специалистам, которые работают в повседневном, которые делают снимки для, что называется, общего значения. Поэтому, опять же, компания «Мой Серамик» работает с определенными лабораториями, определенными центрами томографическими, которым выдается техническое задание на изготовление снимков. И я могу приводить примеры десятками, когда мы получали снимки не очень высокого качества, которые для клинических применений, для других клинических применений, они просто фантастически, качественно вызывают вопросы. Для реконструкции, для создания модели, нам нужно две важнейшие характеристики. Первое. Нам важна геометрическая точность. То есть, поскольку мы будем воспроизводить геометрию кости, то нам нужно как можно более высокая разрешающая способность. Вот здесь я вам снимки показываю. Это снимки сделаны с разрешением в один миллиметр. То есть, каждая точка на экране имеет размер, в реальной жизни имеет размер один миллиметр. Ну, и вы, наверное, прекрасно видите, насколько это дает размытые края. Видно, да? То есть, косточка должна быть идеально четко очерчена. Но здесь край у этой косточки, он такой плавный, размытый. И в результате ошибка реконструкции вот этой геометрической формы, когда мы сделаем из нее трехмерную модель, будет составлять с очевидностью плюс-минус один миллиметр. Ну, где-то это допустимо. Но, например, для стоматологии вот такие снимки, да, они абсолютно недопустимы. Почему? Потому что для стоматологии один миллиметр – это очень сильно много. Поэтому специализированные стоматологические рентгены, рентгенские томографы, они имеют гораздо более высокое разрешение. Это вот требование, которое предъявляется к качеству исходных снимков. Ну, а теперь немножко магии. Как из вот этого снимка получить трехмерную модель буквально в несколько кликов. Открываем пункт меню, который называется «Сегментация». Создаем новый сегмент, добавляем его сюда, переименовываем, называем его нижняя челюсть. Я надеюсь, это очевидно. И выполняем редактирование. Мы задаем самый простой способ, это так называемая пороговая сегментация. Мы задаем верхние и нижние значения яркости, которые определяют границы нашей с вами вот этого вот изображения. То есть, где проходит граница раздела между воздухом в данном случае и косточкой. Это снимок, вот это, эти данные очень простые. Они сделаны на изолированной косточке. И у нас контрастное разрешение очень большое. И поэтому кость выделяется автоматическом режиме без труда. нажимаем кнопочку применить и показываем эту картинку в 3D. Вот у нас буквально в три клика получилось визуализировать нижнюю челюсть, которая воспроизводит большинство деталей, то есть нервно-сосудистые каналы, и мы можем видеть здесь основные анатомические структуры. Что мы дальше можем сделать? Мы эту модель можем совершенно спокойно экспортировать в всем вам широко известный формат, который называется STL. давайте мы построим сейчас модель. И мы делаем сейчас новую. Сделали модель и у нас появляется возможность сохранить это в формате STL. Ну, а формат STL, как известно, это у нас исходный формат для печати на 3D принтерах, ну, и прочей стереолитографии. стереолитографии. вот у нас этот формат получился формате ст сейчас я чуть-чуть прекращу временную демонстрацию и я вам покажу что можно дальше сделать с этим у нас есть множество программ которые позволяют работать с форматом и стр вот одна одна из бесплатно распространяемых программами шлап который мы можем загрузить мы можем загрузить без особых проблем ту модель которую мы только что с вами построили вот так выглядит эта модель в стр формате ну и дальше мы здесь не можем немножко и и пообрабатывать для того чтобы подготовить к 3d печать в чем тут проблема дело то что если мы внимательно рассмотрим структуру этой модели мы видим что она состоит из очень очень большого количества маленьких треугольничков и размерность этой модели просто гигантская она содержит 130 тысяч узлов и больше 250 тысяч элементов для многих программных продуктов которые предназначены для вывода на печать или вывода на машину фрезерную вот создание таких структур это для них эта модель слишком сложно кроме того мы здесь можем видеть артефакты связанные с изображением потому что у нас еще раз подчеркну изображение имела размер разрешаю способность один миллиметр и мы здесь можем видеть совершенно на кости у таких вот не бывает в реальный кольцо . гладко там не холмов таких просто не бывает поэтому первая часть которую мы делаем это мы сглаживаем это изображение с тем чтобы вот эту модель сглаживаем с тем чтобы получить более-менее нормальное качество модели и вот видите да чем приводит мы получаем модель к поверхность который гораздо более гладкой под посредине с тем чтобы на картинке с этим конечно же быть предельно аккуратным потому что возникает геометрические искажения всегда это нужно проверять об этом я расскажу чуть позже все эта модель готова можно сохранить и дальше отправить уже на производстве процесс такой достаточно простой примитивный но почему он такой простой оказался и почему у нас не возникло никаких проблем потому что у нас косточка была изолирована в реальной жизни так не бывает у нас когда получаем реальный снимок у нас все косточки соединены между собой там присутствует ткань хрящи мягкие ткани мышцы и нам нужно разделить отделить кость от мягких тканей и кроме того еще разделить косточки между собой вот эта задача гораздо более сложно и я вам сейчас покажу на реальном примере это опять же данные которые были проект который был реализован компанией мой серый это реальный клинический случай реальный клинические данные которые были получены у пациента и по результатам вот этих изображений была построена модель и этот таранная косточка была успешно имплантировать здесь вам показываю конечно же результат работы то есть что можно сделать как не сегментирует то есть вот это все здесь понятно но из тонкости вот здесь вот эта косточка красненько которая это ладивидная кость который в норме должна быть савана разрушена вот это вот сам собственно тарану мы можем на этой модели спокойно посмотреть как это устроено сейчас вам покажу как это можно открываем вот эту структуру да это и у нас здесь уже от сегментированы все косточки по отдельности эта сегментация выполнялась в полуавтоматическом режиме очень большой объем работы был проделан вручную и в этом состоит основная сложность что получить вот такого рода такого качества сегментацию без знания анатомии и большого объема ручного труда к сожалению на сегодняшний день пока невозможно то есть автоматические средства которые могли бы это делать полностью без участия человека на сегодняшний день не разработан здесь несколько продуктов разных компаний которые но они все дают качество сегментирует сегментации сравним с тем что можно получить вот этой простой бесплатной программе слайса ну и я вам продемонстрирует она сейчас опять же на примере давайте этому все пока спрячем чтобы нам видеть эти косточки все размечены по отдельности на исходных снимках чтобы нам эти это модель к нам не сильно сложного жизни и и закрыли и создадим новую сегментацию которая я вам покажу основной этап как мы отделяем косточки друг от друга уделяем области интерес идем снова в раздел сегментация говорим создать новую сегментацию и добавляем новый сегмент идем режим редактирования выбираем режим сегментации по порогу и вот вы можете видеть что в принципе при таких значений порога достаточно хорошо косточки друг от друга отделяется нас видны границы нас видны кости давайте посмотрим что у нас в итоге получится видите да то есть у нас и если мы сейчас это воспроизведем в 3d подождем тут не очень быстро работает потому что модель очень сложно да кстати вот еще одно требование к компьютеру для того чтобы работать с такими изображениями и выполнять такого рода сегментации нужны компьютер с очень высокой производительности я сейчас вам провожу демонстрацию специализированной рабочей станции у которой 96 гигабайт азу 16 ядерный процессор и две видеокарты rtx 3060 это он маленько этот компьютер здесь подтормаживает на таких сложных моделях то есть мы видим что если мы просто без особых усилий так как мы это сделали в предыдущий раз с нижней челюсть попытаемся построить модель то мы получаем такую вот штуку то есть она у нас зашумлена почему потому что многие элементы имеют яркость в точности равную яркости косточки поэтому нам нужно выполнить определенные этапы для того чтобы сохранить только те элементы которые нам нужны ну и первое давайте мы по удаляем вот это вот это вот эта штука которая сзади это стол это остатки хирургического стола то есть это тут может даже видеть это элементы крепления как этот стол хирургического и рентгеновского стола как как он устроен это в первую очередь давайте мы удалим этот стол чтобы он нам не мешал делается это с помощью удаления так называемых островков щелкаем на выделенный элемент и удаляем те структуры которые соответствуют столу генеологическим стал может поступить по-другому можно нажать на вот видите да мы убрали стол стол нам больше не мешает что за чувством нас осталось поверхность кожи то есть вот этот вот эту структуру которая пояс но тут есть такая тонкости сейчас на нее нажмем то будет убрать только небольшой фрагмент а этой наружной поверхности сюда структуру будет убрана почему потому что это не связанный элемент и здесь уже нам проще 10 по-другому сейчас я вам покажу еще один прием вот видите да то есть частично мы смогли это убрать но все равно какая-то пыль вокруг осталось поэтому дальше мы переходим уже процедуре мы сохраняем только те островки то есть те фрагменты которые нам интересно вот эту большая косточка сразу по ней видите да вот у нас одна большая костика осталось от сепарирования добавляем следующий сегмент снова заходим снова выбираем яркости которые нас устраивают выбираем определенный диапазон выбираем снова отгрузиться опять в чем-то почему проблем почему зависает у нас включен режим 3d визуализации который очень требует инбо ресурс продать так я пока временно отключу а потом я уже покажу ту визуализацию которая вот посмотрите что у нас получилось сейчас у нас получилось сегментировать отдельно большебрецовая косточка то есть мы сейчас можем закрыть и отдельно у нас получилось сегментировать вот это вот то есть это удивительно и кости части так называемые кубоиды кубоидные косточки которые находятся вот здесь почему они так сильно то что эти кости связаны между собой и для того чтобы их отделить друг от друга нам нужно разрезать все вот эти вот маленькие мостики которые эти косточки между собой соединяет для этого естественно нужно знать анатомия как как эти косточки устроены хотя бы в норме ну и куча тут еще варианты есть их патологического размещения то есть они повреждены как данном случае удивительно кости она ведь развалины здесь она состоит из двух частей хотя в норме она должна быть целой это единое единое целое к сожалению это у человека такая вот тяжелая патология поэтому есть эти вопрос дальше добавляем еще один сегмент уже будь нас немножко другого цвета и снова 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 определяем порог снова сохраняем определяем порог и сохраняем фрагменты вот это вот чтобы было наглядно вот она малоберцовая косточка да то есть вот большой берцов малоберцовой кости сегмент у нас уже получился выделен давайте еще дальше пару пару таких и снова оставим небольшой фрагмент смотрим все таки это у нас да все таки туда свалом так а где у нас это большеборецовая кости я ее где-то наверное благополучно пропустил но давай сейчас мы еще добавим еще одну сегментацию в сегментацию в в в в в в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сразу начнем с целевой... Вот у нас таран, который требуется восстановить. И вот две большеберцовые и малоберцовые косточки. И нам еще нужна ладья. Сейчас мы ее найдем. Вот пяточная кость. Ну, то есть большеберцовая кость, пяточная кость. Здесь... Упс, мимо. Вот. Одна часть, вот вторая часть ладьевидной косточки. То есть вот смотрите. У этого человека дефект самого тарана вот этой косточки, которая... Вот она сейчас... Вот. Видите, да? Вот эта вот штука, это та часть, которая повреждена. И два фрагмента ладьевидной кости, которая должна быть единицей. Вот два компонента, которые повреждены. Как дальше происходит работа? Мы оставляем только те... То есть убираем ладьевидную кость, пока она нам не нужна. У нас остается сопрягающая поверхность. У нас остается поверхность большеберцовой кости, малоберцовой кости и пяточной косточки. Так вот, задача состоит в том, чтобы, используя средства автоматизированного проектирования, так называемая CAD-система, Computer A-Design Software, используя средства проектирования, восстановить форму вот этой вот таранной кости, чтобы она совпадала с учетом зазоров по хрящевой ткани. Почему я говорю, что нужно еще изображение мягких тканей. Для того, чтобы мы могли восстановить геометрию вот этого тарана по тем сопрягающим поверхностям, которые сохранились у этого человека. Если поверхности повреждены, то их тоже нужно восстанавливать. Ну и после этого, когда мы вот эту картинку получили, дальше вот то, что вы видели, то, что показывал Анатолий Викторович, мы можем дальше переходить уже к созданию модели, которая может быть использована для воспроизведения, например, на многокоординатном современном фрезерном станке, то есть фрезерный станок с компьютерным управлением. Ну и эта же модель используется для биомеханики. Если кому-то интересно, я могу в деталях рассказать потом, как моделирую биомеханику, но этот процесс гораздо более сложный, чем реконструкция вот этих вот трехмерных моделей. Ну плюс тут есть еще этапы, которые я пропустил. Мы должны получить эту модель, эти структуры гладкими, то есть мы должны использовать здесь специальные процедуры обработки трехмерных изображений и полученных трехмерных моделей. То есть мы их должны сгладить, запечатать все дырочки, все неровности поверхности, которые есть, и подготовить эту модель к воспроизведению на каком-то оборудовании. И вот этот этап, он творческий. То есть если кто-то когда-то, я очень часто слышу, это глубоко сборно, я очень часто слышу такие разговоры, что достаточно просто загрузить дайком снимки в компьютер, он сам все сделает. Это абсолютная ерунда. Так никогда не бывает. Даже для очень простых моделей это не работает. Очень длительная технологическая цепочка. И создание вот этих 3D-моделей на компьютере – это первый шаг. То есть мы делаем персонализированную модель, которая учитывает реальную анатомию человека и того сустава, который остался. После чего мы должны эту модель довести до такого уровня, чтобы она могла быть воспроизведена в современном уровне с заданной гладкостью поверхности, с заданными требованиями к технологическим допускам. То есть она должна четко попадать под требования технологического оборудования. Это очень сложная задача, и для ее решения требуется инженер-технолог высочайшей квалификации. Вот это одна из причин, почему подобные технологии не находят широкого применения, пока не находят широкого применения. Потому что уровень автоматизации вот этого процесса переноса, он заканчивается на этапе, ну, наверное, не знаю. То есть с того момента, вот как мы модель подготовили, да, дальше станок все там режет автоматически. Но все предыдущие этапы, они требуют участия человека активного и требуют очень большого объема ручной работы. И одно из направлений компании, то, о чем Антон Викторович говорил, это как раз развитие цифровых технологий, которые бы позволили этот процесс в значительной степени автоматизировать и упростить. Но вот наша команда, Томского полихнического университета, мы как раз принимаем участие в таких работах и пытаемся разработать такие методы, такие способы обработки, цифровые обработки изображений, чтобы они могли быть, ну, более-менее воспроизводимы, перенесены на готовые изделия без особого участия человека. Вот это вот такие основные ключевые пункты, которые я хотел сказать. Теперь тут есть вопросы, давайте я начну потихоньку на них отвечать. Есть ли варианты, что хотя бы в будущем описывать модели проще, чтобы они занимали меньше памяти? Константин Новоселов задает вопрос. Вариантов особых нет. То есть проще эти модели описать, наверное, можно, но в этом нет особого смысла. Почему? Потому что у нас ограничения связаны не столько с ресурсами компьютера, нам негде хранить модель, нет. Нам сложность заключается в том, что сама анатомия, то есть анатомические поверхности, они имеют сложную геометрию. И до сегодняшний момент математических инструментов, которые позволили бы простыми, средствами описать сложную геометрию, таких средств, ну, мне, по крайней мере, неизвестно. Не хочу сказать, что их нет. Наверное, они есть, но я о них не знаю. И те, если кто-то знает, мне подскажите, пожалуйста, те специалисты, с которыми мы общаемся, ну, также находятся пока в такой состоянии, что да, нам такой матапарат нужен, но мы не знаем, существует он или нет. Поиски ни к чему не привыкли. Как сильно зависит качество модели от техники, на которой выполняют снимки? Это ключевой фактор. Завед вопрос Мария Кашкарова. На самом деле, это ключевой фактор. Качество модели напрямую зависит от того, насколько качественно настроен компьютерный томограф. Дело в том, что у компьютерных томографов, раз уж мы, давайте немножко копнем в эту сторону, у компьютерных томографов есть два, наверное, три, три ключевых искажения. Первое, это искажение геометрическое. Нам изображение видится совершенным. На самом деле, это модель, это вычисленная модель того предмета, который был просвечен и проекции, которые были получены. Это вычисленная модель. И эта вычисленная модель характеризуется достаточно серьезным уровнем геометрических искажений. И я в своей жизни когда-то давно занимался тем, что обслуживал рентгеновское оборудование, в том числе компьютерное, проводил контроль технического состояния рентгеновских томографов. И мне встречались томографы, у которых геометрические искажения достигали нескольких миллиметров. То есть, условно, круг там не был кругом, это был эллипс, квадрат там не был квадратом и так далее. Поэтому, если компьютерный томограф не прошел ежегодный, ежегодный контроль технического состояния, который поверяется по специальным мирам, то есть, есть специальный объект, фантом, который позволяет проверить основные искажения томографа, в том числе диаметр. Так вот, это ключевой фактор геометрических искажений. Особенно это важно для стоматологических томографов. Вот эта технология стоматологии применяется уже давно, и там это является камнем преткновения. И в Томске сделать качественные стоматологические снимки можно, наверное, две компании, которые это делают. Остальные компании просто не способны воспроизвести, то есть, томографы, которые не специализированы, томографы, которые предназначены для общего, томографы общего назначения не в состоянии обеспечить качество необходимое для стоматологии. Я вам уже говорил, там нужно субмиллиметровое разрешение. Еще один тип искажений для КТ, который очень сильно характерен, который мы встречаем регулярно, это нелинейность оценки плотности. То есть, там используется специальная шкала Хаусфилл для преобразования, значения интенсивности рентгеновского излучения в яркость. Так вот, если эта шкала не настроена, то мы можем получить очень большие погрешности в оценке плотности костных структур. Как следствие, это искажение особенно границ надкостницы. И вот в случае, когда у нас остеопороз, когда кошечки повреждены, повреждена надкостница и плюс еще плохое качество аппарата, эта модель, в принципе, построить невозможно. Ну и третий фактор это контрастная чувствительность. У нас есть несколько снимков, выполненных без учета наших специфических требований, где мы в принципе не видим косточки, из-за того, что они засвечиваются уже установленным металлическим имплантом. Поэтому качество модели, цифровой модели напрямую на 100% зависит от качества тех исходных данных, которые в эту модель мы загрузили. Совсем просто, качество конечной модели не может быть лучше, чем качество исходных данных. Я понимаю, технология с протезином моделируется, разрабатывается, ну, в том числе и там, да, то есть лаборатория в 19-м корпусе, там наши коллеги тоже этим занимаются. То, что я вам сейчас рассказываю, это немножко, это независимое направление исследования. Мы с коллегами сотрудничаем, при необходимости обмениваемся информацией, но то направление, которое я сейчас вам рассказывал, оно развивается независимо в рамках сотрудничества школы ИШКБМТ, статист-химические биомедицинские технологии и инженерной школы информационно-технологии робототехники компании Мой-Серамикс. Как бороться с инконкурентостью импланта, если визуализация была затруднена, если выяснять только на столе. Но, для того, чтобы предотвратить развитие таких ситуаций, собственно, нужно вот это 3D-моделировать. То есть, мы хотим достичь уровня предсказательности, если так можно это назвать, близкого к 100%, чтобы у хирурга на столе не было сюрпризов. Тут проблема заключается в следующем. Если мы рассматриваем обычные рентгеновские снимки или классический вариант послойной томографии, то многие особенности, индивидуальные особенности, ну, вот в частности, вот то, что я вам показывал, пример, разрушенная ладья, ладья, который поделен на две части, это мы хирургу, который собирался делать операцию, который собирался имплант, то мы ему подсказали о том, что ладья разрушена и тот план операции, который ты собираешься реализовать, он не реализуем, там некуда этому будет тарану операцию. Это было обнаружено до операции по результатам реконструкции 3D-изображения. И вот когда у нас такая 3D-картинка, ну, там все становится проще. Многие, тонкости становятся гораздо заметны. Плюс ко всему, если уж совсем все плохо, мы можем взять эту картинку, взять эти модели, распечатать на обычном там принтере пластиком недорогом и эту модель собрать, покрутить ее в руках. У нас был такой опыт, опубликована статья, это было, но это правда не к ортопедии относится, это относится к кардиологии. Был сложный клинический случай, когда хирурги, карби-хирурги не могли понять, как осуществить доступ для того, чтобы ликвидировать дефект межжелудческой перегородки у 11-месячного младенца. И мы пошли таким образом, мы сделали трехмерное исследование сердца с контрастированием, построили трехмерную модель сердца, сегментировали ее, потом разделили ее на три части, эти три части распечатали, собрали 3D-модель, и на основе этой 3D-модели была спланирована операция. Операция завершилась успешно, пацану сейчас, если не ошибаюсь, уже там четвертый год идет. Все хорошо, может даже пятый, давно это было. Поэтому вот эти технологии, они как раз и предназначены для того, чтобы избегать проблем, вот вы совершенно правильно эту проблему сформулировали, что если мы берем импланты, изготовленные, грубо говоря, по средним значениям, то есть некие типичные формы того же тарана, хотя таран не совсем характерно, но окей, то есть мы берем некие импланты, изготовленные под неким усредненным моделем, и они вдруг не встают на место, потому что геометрия другая, есть индивидуальные особенности, где-то разрушены, где-то остеопороз разрушен, кости фиксировать негде, где-то наоборот произошло, процессы остеосинтеза и замещение хрящевой ткани костных, да, и мы не можем установить этот имплант на место, так вот, ну, пока на сегодняшний момент, вот тот опыт, который у нас есть, позволяет говорить о том, что этих ситуаций удается избежать на этапе планирования этой операции, там есть другие тонкости, о которых, ну, опять же, если интересно, я могу вам рассказать о тех недостатках вот этой технологии, если есть интерес, я вам расскажу, но достаточно специфические вещи. Еще вопросы? Спасибо, я старался, чтобы было интересно. Так, коллеги, если нету... Спасибо, Александр Саниславович, да, очень интересно. Если, значит, давайте так, если интересно, все контакты есть, вот группа наша живет и, надеюсь, будет жить и процветать, если кому-то это направление интересно, я... У меня проблемы, я не могу себе создать нормальную школу, нормальных, найти себе учеников, потому что все, кого я обучаю, они тут же уходят в бизнес и начинают зарабатывать большие деньги. Вот поэтому... Хорошо. Ну, оно кому-то хорошо, конечно, вот, но науку двигать тоже надо, поэтому, если есть у кого-то интерес, по крайней мере, вот в рамках там аспирантуры, магистратуры, сейчас открыт прием, то есть, если есть интерес, можно поступить и в магистратуру, если там есть постарше, то и в аспирантуру, я вас приглашаю. Это направление, которое мы активно развиваем, и, ну, вы сами видели, что это выход в реальную практику. Интересно, а где можно найти контакты? Контакты есть у организаторов, летнюю школу все контакты есть. Да, конечно, пишите, а у нас же есть телеграм-чат, вы можете любые вопросы там задавать, ответим, все пришлем. Ну, или все. Спасибо, спасибо всем за внимание, рад был вас всех видеть, до свидания. Как направление, ага, как называется направление, можно? Можно. Ну, смотрите, вот это, это, куда можно, если говорить о том, куда поступить, два, две возможности. Одно, это в инженерной школе информационных технологий робототехники, я там сейчас точно не скажу, как оно правильно называется, то, что касается раздела, информационной системы и телемедицины. также, здесь же очень близко раздел, который связан с робототехникой, робототехники механотроника, да, по-моему, так это называется. Механотроника, Вот, это направление. Наверное, наверное, все, тут? Да. Это те, которые самые близкие. Ну, и понятно, если просто информационные технологии, то, что касается разработки программного обеспечения, и в школе химических и биомедицинских технологий, это направление, ну, это аспирантура, это уровень аспирантура, это приборы, системы изделий медицинского назначения. Ну, это, это общеуниверситетское направление, туда вы можете, вот, это направление уровень аспирантура. Ага, мы еще подробнее расскажем о нашем, как раз, направлении, о магистрской программе в пятницу. В пятницу будет вообще подробная информация именно о том, что вы будете изучать в рамках этой программы. Можно задать руководителю этой программы любые вопросы, то есть, и также у нас будут коллеги из приемной компании, тоже любые вопросы, если заинтересовало именно поступление, процесс поступления в магистратуру. Также там мы все подробно расскажем в пятницу. в пятницу. Спасибо. Продолжение следует...